нашего оправдания. И вот мы здесь находимся для этого. Рассказать людям эту весть. А вы верите, что он как бы на кресте умер, да? Да, конечно, на кресте. На скорой помощи идет крест. Аптечка любая, крест стоит. Тут догадываться не надо. Это все миф. Его никто на кресте не забивал. Никто. А вы не думаете, когда Христос воскрес, то еврейские начальники говорили, он не воскрес, его украли. Прошло 600 лет с лишним. Тогда сатана по-другому подошел. А он и не умирал. Но евреи не могли сказать, не умирал, потому что руки в крови были. А вы знаете, минуточку, пожалуйста. А вы знаете, потом все считали, что он умер, как бы на кресте умер. После этого, через 3-4 дня, он пришел к сподвижникам к Суму и сказал. А сподвижники его увидели, Иисуса Христа, и как бы побоялись его, думая, что он привидение. Он сказал. Я не умер. У меня вот плоть. Дай ты мне еды, я голоден, говорил это. И они пощупали, дали ему масло или что-то. Сало дали, сало. И он съел это. И тем самым он доказал, что он у меня не умер. Никто меня не видел, что я умирал. Сало взял. Но он не умирал. Это мифотворчество от Лукавого. Он рыбу с медом был, зато сало поел. Сало. Рыба, рыба, печеная на огне. И мед. Он не умирал. Он тем самым хотел доказать, что он не умирал. Он сказал, что он умер, и говорит, пощупайте раны. Раны на руках. Его на третий день Господь воскресил. Его увидели сначала, его свадочек, и побоялись, спугались. Думали, что он привидений. А он им говорит, Фома... Но он сказал, я не умирал. Он не умирал, не говорил. Он воскрес говорил. Это вы врете все. Вы когда появились с этим мнением, шесть столетий прошло. В первые века за то, что... Расчитать его Богом? Мне еще надо вот какое повыкновение. Ничего не знаю. А вы кем его считаете? Вы так-то книгу считали вот эту? Вы эту книгу считали хоть раз? Не, не видно вас. Ну так, видать, нет. Не видно вас. Что-то... А, все, 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 все. Ну, просчитали? Вы его видали? Считали книгу? Эту книгу? Вы эту книгу считали? Ни один не может просчитать. Да. Перевод нельзя, а арабский язык не знает. Да, не читал, но знаю. Говорит, читал. Вы читали? Не читал, но знаю. Да давайте, я... Нет. Я спрошу вас. Пятая сура. 47-й, 66-й аят. О чем говорят? И что там говорится? Там говорится о том, что мы, христиане, люди Писания. А в то время другого Писания не было. Седьмой век. Ваш руководитель, создавший религию, умер в 632 году. Ни один мусульман не знает. Вообще не знает. И теперь смотри дальше. Вы знаете? Дальше смотри. Мы Писание, говорит. Нам Всевышний дал инжил. Инжил Евангелия. Вы по нему и живите. Вот что там написано. Не обманывайте, говорит, людей. Первое. Вот смотрите. Вот я вам сейчас докажу, что Коран – это первая книга, и посланная Священным Аллахом. Вы верите в это? Конечно, нет. Мне зачем верить? У меня Евангелие. Вы верите? Я сейчас вам докажу. Я верю в свою книгу. Про вашу я не спрашиваю. Вы верите в ваше дело? Вы свинину едите? Вы свинину едите? Конечно, нет. Мы вообще мяса никакого не едим. Свинину едите. Зачем она мне нужна? Хорошо. В Библии тоже написано просто. Свинину нельзя есть. Для евреев было сказано. А в Новом Завете разрешается. Павел говорит, всякое творение Божье хорошо, ничто не осудительно. И кто запрещает есть, говорит, то бесовское учение. Смотрите, смотрите. Как-то раз была дискуссия между христианином и мусульманином. Ну, как бы учеными. Мусульманин говорит. В зале вот сто тысяч человек сидят. Говорит. Первое слово в Коране. Все стоят и повторяют одно слово. Все тысячи человек. Первое слово в Библии говорит. Христианин никто не знает. Потому что... Что не знал? В Библии. В первоначальный язык Библии. На каком языке была основа? В Библии написано. Новый Завет написан на греческом языке. Не считай Евангелия Матвея на Масаредове. Нет, нет, это первый изначально. Еврейский язык. Еврит. Нет, дарвинский язык. Вы ошибаетесь. Да не надо ошибаться. Вы ничего не знаете. Не существует сейчас. Вам завтра стыдно будет. Скажут, кого вы взяли? Какой он мусульманин еще не знает? Дарвинский язык. Библия была основана на дарвинском языке. Сейчас его не существует. Смотрите. Нету двух одинаковых книг Библии. А можно вам вопрос задать? Но Коран всегда одинаковый. А можно по вашей книге вопрос задать? Можно по вашей книге вопрос задать? В пятой суре написано «Люди Писания». Это про кого написано? Я не знаю. Я не читал. Вот таких христиан нет. Вы не считали ничего. Вам еще вдолбили в башку то и говорите. Надо считать вашу книгу. Я не такой человек. Но я что говорю? Я точно узнал, доказал. Вы не мусульманин. Мусульманин должен эту книгу знать. Предположите хотя бы. Он знать должен. А вы ее не знаете. Какой вы мусульманин? Не, я вот смотрите. Я что знаю? Вот я вам говорю. Вы верите, что две Библии одинаковые есть в мире? Все до одной одинаковые? До одной буквы. Я смирял на разных языках. Не считал, но ты против. Две одинаковые? Вот, например, десятая страница. Это даже не зомбированные. Третья страница, второе слово. Одно слово, да? А в другой книге вот эта строка, вот эта страница, другое слово. Но вы ни разу не считали, не видали, какие строки. Это зачем вы городите-то? Это зачем вы городите? Коран был создан на арабском языке. И на арабском до сих пор. А Библия на карвинском. А вы арабский язык знаете? Есть. Арабский язык знаете? Я? И знаете, по-арабски еще написано. Я не должен знать арабский. Ну вы по-арабски считать умеете? По-арабски считать умеете? Я не должен знать арабский, потому что я не араб. А на каком языке вы знаете эту книгу? Все. Как это? На арабском как бы? На арабском? Мы намаз читаем на арабском. Это должно быть все. То есть вы не понимаете, что вы читаете? Что вы говорите? Да он и не считать не может ничего. Конечно. На тысячу человек только один не встретился. Если вы ничего не понимаете, как вы верите? Что говорим, мы понимаем. Но вы арабского не понимаете, на арабском говорите. Как вы понимаете? Ну. Так вам неправильно смысл может быть? Вам неправильно смысл передали. Намаз читаем. Мы же знаем, что говорим. Как вы знаете? Вы не знаете арабского. Как вы знаете? Именно что говорим, мы знаем. Смысл. Так смысл вы неправильно понимаете. Да как? Вы очень заблуждаетесь. Истинная религия. А почему мы заблуждаемся, а вы нет? Это коммунисты говорили истинная религия. В Германии Гитлер говорил истинная. А Иисус Христос – один из любимейших пророков Аллаха. И все. И больше этого. Он – второе лицо Троицы. Второе лицо Троицы. Он никогда нигде не говорил, что я Бог. В нашей книге все написано. Мы-то читаем свою книгу, мы ее понимаем. И смысл понимаем, и все понимаем. А вы свою книгу не читаете. Они даже свою не читают. Это лично я. Под словом «вы». Вы кого имеете в виду? Вы. Лично вы. Это лично я. Лично я. Вы не знаете ничего про свою религию и про свою книгу. Я знаю. Вы только смысл какой-то. Я знаю, но не вглубь. А нужно изучать. Вы должны посоветоваться, подискутировать с кем, кто углубленно знает. Так вот человек дискутировал. 81 год ему в этом году будет. И все это время, как уверовал в 23 года, он дискутирует с мусульманами. И многие мусульмане уже уверовали в Иисуса Христа и приняли его. Личным спасителем. Нет. И стали православными и христианами. Мире, мире. Мире, мире. Мире увеличивается. В других религиях. Из всяких религий. Все принимают мусульманство. Почему? Потому что четыре жены у вас разрешено. Какие четыре жены? Какие четыре жены? Мне 22 лет, я студент в Казани учусь. Какие четыре жены? Ну ладно, до свидания пока. Разговор не получился, неинтересно. Вы не считали, кто спорит. Смотрите, 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 я вам скажу, вопрос задал. Вот, пророк Иисус Христос, для вас кто? Кем вы считаете его? Мне всегда интересно. Я вам что говорю, у вас порошинки нету, что вместить-то. Вы сразу начинаете крещать. Вы просто начинаете крещать. Нет, нет, нет. Я просто говорю, вот, просто кем считаете? Я вообще, мне считать не надо, так написано. Это Сын Божий. И одновременно является Богом. И одновременно второе лицо Троицы и Бога Человек. Смотрите, а кто так сказал, что он Бог? Он сказал, он сам. Евангелие от Иоанна. Вот клянусь, вот клянусь Аллахом, он нигде не... Да вы не знаете, вы клянетесь, а клятва запрещена. Он не утверждал. Так, подожди минутку. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих. Нет, там не написано. Нигде не написано. Ни в какой книге, ни в Библии, ни в Библии. Ни в Библии, ни в Библии. Вы помешанные, бесноватые просто. Он помешанные, бесноватые. Бесноватые только. Может, другие говорили, но он не говорил, что я Бог. Иисус говорит, вы меня называете Господом, и я действительно то. Я дословно перевожу. Я 58 лет несу эту книгу. 58 лет несу эту книгу. О, ничего не знаю. Вы обкуренные все. Вы посмотрите, там видат. Он ничего не знает, совершенно. И воскрес для нашего оправдания. Вас как зовут? А зачем вам это? Я вам отвечу, это ничего вам не даст. Только голову засорять. Не, ну просто как-то... Ну просто так, давайте. Праздновь любопытство бабки. Мы находимся в городе Барнолуло, Тайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Довольно? Да. Вас еще не приблизит. Вы если запомните меня и зайдите на мой, допустим, скайп, я вам скину материалы огромные, которых нет в интернете нигде. Самый большой ютуб у меня на весь интернет. 20 тысяч 850 роликов. Общий просмотр 46 миллионов. А это жена ваша, да? Да вам какая разница, вот как бабку уколоться? Ну что вы узнали, жена еще из этого? Ей 40 лет, а мне 80. Выглядит просто как бы намного моложе. Не курит, не пьет, да? Ну конечно. Мы не пьем, не курим, у нас этого даже не именуется. Никто не матерится. Мы строим православную деревню. Человек должен доказать, кто поселяется, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И тогда первый разговор введен. Слава Богу живому. У нас все такие. Комнат пошел, палочкой подпер двор, все как одна семья живут. Храм построили, школу, шесть прудов, дороги, все без помощи государства. У них ничего в государстве нету. В подвале где-то или что сидите-то? Где? В подвале, говорит, сидите. Почему? Нет, не в подвале, это комната. Это единственная комната. Одна единственная комната такая в Советском Союзе. Так а это самое, вы что здесь хотите, молодежи довести или что объяснить? Конечно. И уже донесли. 750 человек выслушали истину и не противоречили. Так а практически тут одни дебилы сидят. Им бесполезно, что стенки объяснять, что им. Тут-то, конечно, собралось все такое, отбросы общества, неверующие, сквернословы, блудники, наркоманы. Сейчас рулетка это Содом и Гаморра. Я вот что-то не вижу, у вас еще глаза закрыты или что? Нет, открытые. Ну, я вас вижу, могу сказать. У вас на подушке какой-то квадратик, внутри вот темненький там четвероугольник. Вот там стоит какая-то кружка, что там еще. А вы родом-то и забыл откуда? Алтайский край. Я вам могу задать простые вопросы, и вы не ответите. Какие? Почему бороду бреешь? Подкаблучник. Я что-то? Конечно, ты. Так как-то в наше время принято. В наше время не принято. Мы сами себе не принадлежим, Бог сотворил. А мы по образу Божию. Христос с бородой, апостолы с бородами, пророки с бородами, Достоевский с бородой, Лев Толстой. Еще не я, то сказать. Фридрих Энгель, Скарл Марс, все с бородами. От кого вы-то, голдыши такие. Яйцевидные, скорпионы. Как бы суть-то не в бороде, а в душе. А в душе как раз, от души это идет. Мамы в доме много. Жена-то вам не верит. Потому что у вас власть потеряна над ней. Так она говорит наоборот, блядь. Наоборот, она не знает, что говорит. У нас в России сегодня 86,5% разводов в первые три года. А Надежда Константина Крупская говорила. 17% национальная катастрофа. Такой вопрос такой. Как вы к патриарху-то относитесь? К патриарху. Но если я скажу, как отношусь. Мне поверено молиться. Я молюсь о нем. Патриарха Кирилла, Господи, помяни и вразуми. Я молюсь о Путине. О Рамзане Кадыре. О всех правителях молимся. Поминаем. Просим мира Израилю, России и Украины. У нас утром, вечером. Мы 7 раз в день должны молиться. И по 100 поклонов после каждой молитвы. Да, как будто я в жизни, как вы думаете. Правильный образ жизни ведет. Что-то засыкнуло. Это патриарх. Спрашивают, правильный образ жизни патриарх ведет или нет. А мне не дано судить. Говорят, у патриарха яхта, самолет. Там миллиарды долларов. Мне зачем это надо? Я богаче его живу. У меня 4, 3 голубятни, а у него ни одной. Раньше Иисус на ослики ездил, а я сейчас там смотрю, что делаю. А мне не надо судить. Написано, что сущок в глазе брата видишь, а бревна в своем глазу не чувствуешь. Это как бы не осуждение, это я факт константую. Ну не надо завидовать. Ну зависть какая-то. Почему я не завидую? Ни Путину, ни патриарху. А у них на полке стоят мои книги, которые у меня 38 томов вышло. Все.